Америку накрыл шатдаун. С сегодняшнего дня закрыты государственные и правительственные учреждения, монументы и национальные парки. И никто толком не знает, когда это вынужденное безделье закончится. Дмитрий Анопченко продолжит. Никто и не скрывает, это месть демократов Дональду Трампу. Затянув голосование за бюджет страны, они в итоге так и не дали голосов за главную смету Америки. Сделав, как и он сам признал, подарок президенту, который как раз сегодня отмечает первую годовщину власти. Дональд Трамп планировал шикарно отпраздновать во Флориде и даже гостей пригласил, но теперь останется в Вашингтоне. Ведь сегодня старый бюджет уже вне закона, а новый так и не появился. По правилам, все, что финансировалось из федерального бюджета, теперь останавливает работу. Закрыли министерство и ведомство, госдеп, департамент внутренней безопасности и даже налоговую. Из-за того, что все эти события происходят в выходные, болезненный эффект от шатдауна для Америки сейчас несколько смазался. Но уже в понедельник 850 тысяч государственных служащих останутся дома за свой счет. Даже в Белом доме оставят лишь аварийную команду, а зарплату будут платить одному единственному президенту Трампу. Ну а если ретивые госчиновники все-таки решат выйти на работу просто на энтузиазме, то по правилам сделать это у них не получится. Нет бюджета, значит нельзя и казенное электричество использовать. Там, где дело не касается безопасности страны, охрана теперь принудительно опечатывает кабинеты и не пустит сотрудников, даже если они придут. Те, кто планируют путешествие, шатдаун, к счастью, не почувствуют. Вот пограничники и авиабезопасность будут работать в обычном режиме. Очередей на границах ждать не стоит, а вот НАСА закроют, оставив на посту лишь тех, без кого астронавтам на орбите не выжить. Но обиднее всего туристам, ведь основные достопримечательности относятся к ведомству национальных парков. Оно тоже финансировалось из федерального бюджета и в связи с шатдауном закрыто с сегодняшнего дня. А значит закрыт и доступ на те туристические объекты, куда все так стремятся. И лишь на некоторые из них из сострадания откроют вход. За свою историю Америка уже 18 шатдаунов пережила. И каждый обходится стране в баснословную сумму. Последний в 2013-м стоил штатам 2 миллиарда долларов. Предыдущие полтора миллиарда каждый. Конгресс в эти минуты собрали на переговоры, пытаются уговорить хотя бы временный бюджет принять, разблокировав страну, но переговоры идут сложно. Происходящее ведь и по авторитету Конгресса, и по рейтингу президента резко бьет. Проигрывают все, но противники Трампа откровенно готовы даже ценой имиджевых потерь для себя. Испортить сегодняшний праздник. Человеку, которого год назад они так не хотели видеть в Белом доме. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер.